Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодняшняя тема – это исцеление. Я говорю об исцелении как о духовном исцелении, когда мы можем найти то, что в нашей жизни идет некорректно, неправильно, и урегулировать это. И это достигается за счет процессинга, то есть практики, которая позволяет посмотреть, что же идет не так, что находится за пределами нашего сознания, погрузиться в это и урегулировать. В прошлом видео я как раз подробно рассказал о том, как все это происходит, о том, как происходит сам процессинг и о том, как мы можем урегулировать это. Потому что в жизни мы тоже занимаемся урегулированием. Мы чувствуем, что, например, у нас идет не так, какие у нас есть сложности, и как бы прокручиваем это, то есть пытаемся вывести на осознанный уровень. Однако это не всегда получается. Часто мы просто залипаем в этом или не доводим до конца. И вот получается в процессинге мы делаем это в завершенном виде. И давайте сегодня сделаем это. То есть почему я говорю сделаем? Потому что я хочу просто показать на примере, как это происходит. То есть не на примере даже себя, как я это делаю, а на примере вас. То есть вы сейчас можете выбрать ту ситуацию в вашей жизни, которую вам хотелось бы урегулировать. Это может быть ситуация с каким-то эмоциональным зарядом, либо с физической болью, либо ситуация просто, которая вам как-то мешает, не нравится. И что мы сделаем? Мы погрузимся в это и исцелим эту ситуацию. То есть давайте сделаем это. То есть что сейчас нужно сделать? Сейчас просто закройте глаза, почувствуйте пространство, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве и найдите какую-то ситуацию, какой-то случай, на котором задержится ваше внимание, который как-то беспокоит вас, который как-то привлекает внимание, который как-то хочется урегулировать. Найдите этот случай и почувствуйте его, соединитесь с ним. Соединитесь с ним в полной мере, не как-то не отодвигаясь от него, не отстраняясь, а наоборот соединившись и почувствовав его, какой он во всех подробностях максимально. То есть соединитесь с ним и почувствуйте, что какое. Потом, когда вы его максимально почувствовали, пройдитесь по нему своим вниманием, как будто вы перепроживаете его снова и снова. То есть вот от начала до конца прочувствуйте его во всех подробностях, во всех деталях, со всеми переживаниями. Не отстраняясь, а наоборот просматривая его как есть. Когда сделаете это, дайте себе знать об этом, что вы завершили процесс, то есть дайте себе подтверждение, что это сделано. И когда вы это делаете, наблюдайте за изменениями в своем уме, теле, в своем пространстве, что происходит, какие у вас появляются изменения, как меняется ваше эмоциональное, физическое, духовное состояние. Когда вы сделали один раз прохождение через случай, то потом вернитесь снова в начало этого случая и еще раз сделайте его перепросмотр, перепроживание. Тоже по новой, как будто вы до этого ни разу не проходили через него. То есть прочувствуйте его во всех деталях, со всеми эмоциями, соедините с ним и пройдите через него, как будто вы переживаете это по новой сейчас. Ощутите все ваши эмоции, которые поднимаются, ощущения, картинки, переживания в теле, суждения, которые появляются при этом. Будьте открыты ко всему, что приходит. Ощутите это в полной мере. Вот и когда закончите, снова дайте себе подтверждение о том, что вы это сделали. Когда вы делаете это каждый раз по новой, то ваше состояние будет изменяться. То есть вы будете чувствовать случай каждый раз по новому. Это вот очень важный критерий того, как это происходит и будет ли происходить исцеление. То есть если вы будете проходить по памяти, то исцеление не будет происходить. А если каждый раз по новой, то оно будет происходить. И то есть с каждым разом у вас будет происходить больше принятия, больше облегчения, больше понимания. Поэтому давайте еще раз это сделаем. То есть еще раз вернитесь в начало случая и перепроживите его. Почувствуйте, как сейчас, по новой. То есть ваши ощущения, эмоции, телесные переживания, картинки, суждения. Проходите через это и наблюдайте. То есть одна ваша часть остается наблюдателем, а другая часть ныряет в этот случай и соприкасается с ним. Вот это и есть навык, который мы нарабатываем в сессии. Навык соприкосновения. Навык наблюдения и соприкосновения. И чем больше у человека развит этот навык, тем быстрее будет наступать исцеление. Поэтому перепроживаем случай еще раз. Ощущаем, что происходит. Чувствуем это. И постепенно наблюдаем вот эти изменения, которые происходят. И когда закончите, дайте себе снова подтверждение, что это произошло, что вы завершили. Очень важно соблюдать этот цикл. Начало, изменения и завершения. Мы делаем этот процесс до момента, пока вы не почувствуете состояние облегчения. И когда вы почувствуете, что этот случай, как больше не волнует вас, то есть, что заряд оттуда вышел, и что вы почувствовали вот какое-то переосмысление этого. То есть, может появиться новое понимание, почему это с вами произошло, как, то есть, какой-то новый вывод. И, конечно же, уйдет то старое ощущение вот этой боли какой-то, которая там скопилась. То есть, вот именно делаем до этого. То есть, например, кому-то может понадобиться там 2-3 прохождения случая, а кому-то может понадобиться большее количество, например, 5-10 прохождений случая. У каждого это индивидуально. Поэтому эту практику можно делать и самостоятельно, и с напарником. С напарником, когда он вам дает команды, вот как я сейчас, это происходит гораздо лучше, быстрее и эффективнее. Вот. Поэтому, если еще раз необходимо, то пройдите случай еще раз, то есть, чтобы почувствовать полное облегчение. То есть, снова вернитесь в начало случая, почувствуйте, и пройдите случай по новой. Вот уже то, что открывается у вас сейчас, в новую единицу времени. Прочувствуйте, пройдите через него, и когда завершите, дайте себе подтверждение, что этот процесс завершен. Когда вы почувствуете, что это отпустило вас, то есть, естественным образом, ушла негативная эмоция, ушло то состояние, которое сдерживало вас, появилось такое ощущение большей энергии, как произошло, как освобождение, или вы почувствовали, что там больше ничего нету, что просто случай ушел, и вы знаете о том, что это было, но больше этого нету. Вот я имею в виду того заряда, который там был. Вот, то есть, в этот момент вы можете завершить и поблагодарить себя, поблагодарить всех, кто принимал участие в этом случае, и наполнить свое пространство энергией безусловной любви, чтобы то место, то пространство, где происходил этот случай, тоже наполнилось этой энергией, и чтобы вы чувствовали, что оно не осталось каким-то там пустым, да, что туда пришла энергия любви, и энергия та, которая наполняет вот, ваше пространство любовью. Вот, когда вы находитесь в этом пространстве любви, то у вас происходит все самое лучшее, все самое необходимое, что нужно вам для жизни. То есть, то, что дает вам гармонизацию, свободу и счастье. Вот, и поэтому, вот эту практику создания пространства любви, я делаю на постоянной основе. То есть, имеется в виду, что в каждое мгновение, присутствуя здесь и сейчас, я создаю это пространство любви и счастья, и наполняю его вот этой энергией любви. И то есть, люди, которые приходят в это пространство, они тоже наполняются этой энергией, чувствуют ее, и происходит вот такая соединенность, состояние единства. В состоянии единства вы не чувствуете вот такого разделенности. То есть, вы чувствуете, что все едино, что вот вы – это целостное, духовное существо, которое может творить все, что хочет. То есть, осознанно создавать любые, ну, скажем, любые чудеса творить, любые вселенные создавать и создавать все, что вам необходимо в этой вселенной. И вот к этому и ведет процессинг, да, то есть он позволяет человеку стать целостным, свободным и ощутить себя духовным существом. Поэтому, друзья, если вы хотите стать таким целостным, духовным, счастливым, вот, то я приглашаю вас в Академию Счастья, вы можете написать мне, и я проведу консультацию, вот, консультация будет бесплатной, на ней мы пообщаемся. Я расскажу более подробнее процессинги, выслушаю вас, узнаю вашу ситуацию, вот, и помогу ее скорректировать, да, то есть чтобы состояние улучшилось, вот, а потом мы сможем сделать уже сессию процессинга, где вы, вот, на себе самом сможете ощутить, как это происходит и улучшить свое состояние, то есть сделать его более гармоничным, легким и таким, которое наполнено любовью. Вот, если это видео вам было как-то полезным, то поставьте отметку вверх, палец вверх, эта отметка нравится, подпишитесь на мой канал, если вы еще не являетесь его подписчиком, и колокольчик, это для напоминания моих новых видео, которые выходят на канале ежедневно. Вот, и, конечно же, поделитесь видео с вашими друзьями, я уверен, что они тоже с радостью посмотрят о процессинге, будет его применять в своей жизни, или вы будете применять его вместе с вашими друзьями, чтобы друг другу помогать. Вот, также я провожу сам процессинг уже в течение 20 лет и помогаю людям улучшить свое состояние и стать более осознанными, радостными, счастливыми. Вот, провожу обучение процессингу и помогаю людям познавать жизнь, то есть курсы по основам жизни и курсы по увеличению осознанности, которые помогают человеку лучше справляться с жизнью. Вот, поэтому я буду рад вас видеть в Академии Счастья, и, конечно же, желаю каждому гармонии, осознанности, счастья. Вот, и мы увидимся совсем скоро в следующем видео, которое выйдет на моем канале завтра. А сейчас вы можете посмотреть те видео, которые появились у вас на экране, вот, и прочитать описание к моему этому видео. Вам счастья, гармонии и до скорой встречи.